Вот. Начнем нашу сегодняшнюю презентацию. Вот я... Меня зовут Ветров Иван Иванович. Я являюсь заместителем директора музея Новосибирска. И, как многие из нас по утрам делают, наверное, пьют кофе. Вот сегодня и меня сия чаша не миновала. И я задался вопросом, много ли мы знаем великих новосибирцев в лица, по фамилии и в то же время по роду их деятельности. И желательно все это сразу одновременно. Вот. И как с первого раза так сходу-то понимаешь, что не так многом возможно таких вот действительно великих новосибирцев сходу назовешь, за исключением таких действительно знаковых имен. Но это как бы даже не наша вина, да, не вина молодежи или жителей Новосибирска, которые вот так вот сходу не смогут ответить на этот вопрос, а скорее наша задача для будущей работы как можно чаще и больше популяризировать таких людей, да, не только наших новосибирцев, но и вообще наших выдающихся соотечественников. Ну и одним из таких людей, безусловно, является Юрий Васильевич Кондратюк, заслуги которого неоспоримы, да, которые, идеи которого были настолько велики, что не были однозначно восприняты или поняты современниками. Поэтому получается, что до сих пор они даже воплощены в жизнь до конца, до конца не были. Вот. И, конечно же, для популяризации имени данного выдающегося ученого-самоучки подчеркну, да, талантливого инженера, мы, собственно, с вами сегодня и собрались. И с нами здесь присутствуют не только музейщики, библиотекари, да, неравнодушные люди к истории развития космонавтики, но очень много подключившихся онлайн, так скажем, организаций-партнеров. Но об этом мы поговорим чуть попозже. А сейчас я хотел бы дать слово директору музея Новосибирска и, собственно, руководителю проекта по поводу презентации, которого мы здесь с вами собрались. А это ни много ни мало информационно-просветительский проект «Сетевой дом Кондор-Дюка». Вот. И задать Елену Михайловну с нами, да? Слышит нас? Так, на связи, да? Так вот, собственно, Елена Михайловна, вопрос такой небольшой, надеюсь, ну, и вы нам ответите на него. Вот. А зачем музею данный виртуальный проект, да, и будет ли он интересен пользователям, собственно, этого ресурса? Елена Михайловна, включите звук, пожалуйста. Микрофон, да. Да. Коллеги, коллеги, добрый день. Ну, наверное, я не на вопрос отвечу, а поддержу вот вступление в Анванча, потому что действительно человек, о котором мы говорим, заслуживает того, чтобы его знали, его понимали, его ценили. И вы потом поймёте, почему мы на сайте сделали не только историю жизни, но и потом представили жизнь после жизни. Мне кажется, это очень важно. Ну, а зачем мы это всё сделали? Вот, наверное, это и есть ответ. Потому что человек при жизни не получил признания, а постепенно признание стало приходить к нему дальше. И чем больше лет после его ухода, а мы до сих пор не знаем точную дату его ухода, есть только версия, тем больше признания получает этот человек. Это первое. А второй момент в силу специфики его биографии, его трагической судьбы. Так получилось, что он переезжал из города в город, старался о себе не оставлять никаких следов или минимальное количество следов. И документы, которые могут нам раскрыть судьбу и творческое наследие этого человека, оказались разрушены по всей стране. Мы насчитали порядка 20 учреждений и организаций, в которых могут находиться какие-то документы или материалы, или публикации, связанные с ним. И я скажу, что это только наш первоначальный взгляд. И будем дальше. Я надеюсь, что такое количество будет увеличиваться. И третье. Вот мы решили это делать в проект, который, на наш взгляд, с одной стороны, собрал бы максимальную информацию, разную информацию, и эта информация, казалось бы, есть документы, которые будут интересны только исследователям. Но нам хотелось, чтобы эти документы были систематизированы, были объединены в одном ресурсе, чтобы человек, который даже впервые услышал про имя Кондратюка, заинтересовался и попытался понять его судьбу, попытался понять его стиль мышления, его специфику жизни. И четвертый момент, наверное, заключительный. В нашем городе, в Новосибирске, есть дом Кондратюка. Дом, в котором он провел пять лет своей жизни, работал инженером в конторе, который строил элеваторы по всему Сибирскому краю. И этот дом сейчас переживает такое вот свое возрождение по федеральной программе «Культура». Проходит реконструкция этого дома, он будет восстановлен до первоначального состояния. Но дом не очень большой, а хочется рассказать про этого человека больше. И мы понимаем, что это не только дом про Кондратюка, это будет дом про отношения новосибирцев к космонавтике. И поэтому появление вот этого сетевого дома Кондратюка это дополнение к тому реальному дому Кондратюка, который существует в Новосибирске на улице Советская, 24. И в заключение я бы хотела поблагодарить всех партнеров, которые приняли участие в нашем проекте, которые предоставили материалы, дали возможность публиковать. И у нас есть материалы, которые вообще впервые публикуются, что мы очень ценим. И, конечно, поблагодарить и архив Академии наук, Российской Академии наук, они первые нас поддержали, и выразили готовность поделиться материалами, и также поблагодарить Академию, Ассоциацию музеев космонавтики России, и всех коллег, которые из музеев, которые помогали и поддерживали нас. И я надеюсь, что участники сегодняшней презентации смогут не только увидеть, но, я надеюсь, станут участниками тестирования проекта, потому что нам очень важно мнение. И сегодня, по сути, мы презентуем первый этап проекта, который будет дальше наполняться. И мы не все выложили свои документы и материалы, я надеюсь, что появится что-то еще, потому что нам важно все, что имеет отношение к этому человеку. Будут ли это архивные документы, фотографии, публикации, художественные произведения, митературные произведения. Так уж получилось, что мы, наверное, сегодня взяли на себя такую миссию постараться сделать максимально публичным историю этого человека, его наследие, его заслуги. И если среди вас будут единомышленники, которые готовы к нам присоединиться, мы будем только рады и будем это оценить. Спасибо. Спасибо большое, Елена Михайловна. Вот из ваших слов стало понятно, что огромное количество организаций, которые стали нашими, так скажем, соучастниками нашего проекта, разбросаны по всей России и даже за рубежом. Но становится понятно, что силами одного музея, конечно же, этот проект был бы невозможен. И вот у меня, так скажем, вопрос к Евгению Владимировичу, Антропову, ученому-секретарю музея Новосибирска, в связи с этим он, собственно, раскрою секрет, собственно, и занимался организацией взаимодействия с организациями-партнерами. Вот вопрос, да, вот мы нашли большое количество единомышленников, да, а кто конкретно стал участником проекта? География очень большая, и мне приятно продолжить список, который начала Елена Михайловна с Москвы и Калуги, с Санкт-Петербурга, потому что мы находимся в стенах одного из наших дорогих партнеров, областной научной библиотеки, и которая предоставила и площадку нам, и вот место для того, чтобы мы представили некоторые источники вот о жизни и пост жизни, так сказать, Юрия Васильевича Кондратюка, и нам здесь очень удобно. Вот. И надо сказать, что на сайте, который мы, я надеюсь, вот в самое-самое ближайшее время сейчас сможем уже сможем посмотреть, вы увидите источники и познакомитесь с источниками, которые относятся непосредственно к годам жизни Юрия Васильевича Кондратюка и годам его биографической реабилитации. И вот эти источники, они тоже очень важны на самом деле, потому что они проливают свет на вопрос, который многие себе задавали, почему та или иная личность интересна. Есть такой, один из, значит, исторических дисциплин, это биографическая история, да, и вот этот интерес к личности, к персоне, многие, все, наверное, из нас ловили с самого детства. Кто-то интересовался фараонами, кто-то полководцами, да, кто-то великими художниками, поэтами, писателями, скульпторами, государственными деятелями, да, во все времена были целые серии биографических, значит, изданий, да, вот, и биография, как таковая, да, она, это одна из самых понятных, доступных, завораживающих и вдохновляющих литератур, видов литератур, да, видимо, потому, что, ну, как писал Лем, да, человеку интересен человек, естественно, да, и биография, как человеческая история, одновременно и узнаваема и оригинальна, а по биографии Юрия Васильевича Кондратюка можно изучать историю страны определенного периода, вот, как и по биографиям многих великих людей, вот, и это очень интересует человека. Надо сказать, что вот на этом сайте, надеюсь, будет представлено все, будет представлено большое многообразие и типов источников, да, как письменные, устные, даже вещественные, вот, и все многообразие письменных исторических источников, характеристики исторических письменных источников я сейчас, конечно, не буду проводить здесь, да, но, коротко говоря, там и есть и очень разные интересные формы источников, да, есть и фото, и фона, и видео, и большое, так понятно, интересное, я надеюсь, зрителю и пользователю будет сайта, источники устного происхождения, вот, в критике которых главное не собственно достоверность, да, хотя основа нашего сайта это достоверные источниковедческие описания к источникам, вот, это их эмоциональность, которая и привлекает вот в биографии биографии любого человека, и в этом смысле Юрий Васильевич Кондратюк видимо очень вдохновляющий персонаж, очень важный для нас новосибирцев и ассоциируемый в том числе с новосибирцами, хотя если попытаться создать географическую историю, персональную географическую историю Кондратюка, это будет целый трек. Да, конечно, это еще один кстати вполне себе вид, ну, наверное, в будущем экспедиция, по следам Кондратюка. Тур, да, но туризм, наверное, у нас впереди, хотя экскурсию по следам Кондратюка в Новосибирске мы делали неоднократно. Биография Юрия Васильевича Кондратюка вдохновляет, но оставляя вот за рамками эту эмоциональную историю, нужно сказать, что на нашем сайте будут исторические источники, которые помогут убедиться любому пользователю в том, что разделить действительность и вымысел, миф и достоверность, да, и познакомиться со всем многообразием источников, посвященных Юрию Васильевичу Кондратюку. Спасибо, Евгений. На самом деле я абсолютно соглашусь с тем, что источники, которые публикуются на нашем ресурсе, начали публиковаться, действительно уникальные есть, вот вы упоминали, да, дело Кондратюка, которое публикуется вообще впервые, есть многие источники, которые широкому кругу были недоступны либо неизвестны, это тоже будет возможность с ними познакомиться, но, конечно же, помимо вот этого разнообразия источников, меня вдохновила ваша идея совершить тур, да, по местам пребывания Юрия Васильевича, и на самом деле все перечислить, да, и они очень часто повторяют, те самые организации партнера наши, да, это Москва, Санкт-Петербург, это Калуга, ну, тут в меньшей степени, да, именно, что там пребывал Кондратюк, по крайней мере, там данные о нем собраны, собраны приличные, да, 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 конечно же, станица, октябрьская, да, Краснодарский край, поэтому вырисовывается прекрасная перспектива, но я все-таки хотел вернуться к нам в Новосибирск, где у нас тоже немало партнеров, вы тоже упоминали, собственно, любимую нами областную научную библиотеку, в стенах которой проходит наша презентация, и где нам бывает всегда приятно, причем не только как вот организаторов такой вот презентации, но еще будучи студентами, да, мы все начинали с областной научной библиотеки, я хотел бы вот пригласить, дать слово, пригласить к нам сюда собственно заместителя директора Владимира Геннадьевича Деева, что он думает по этому поводу, очень хотелось бы узнать. Большое спасибо за такие приятные, добрые слова в адрес нашей библиотеки, безусловно, нам это приятно слышать, и в ответ хотим сказать слова благодарности за то, что вы видите в нас партнеров, выбираете нас как площадку, в том числе для возможности рассказать о своем очень интересном проекте. Конечно же, полностью согласен с теми словами, которые уже прозвучали, о том, что фигура Юрия Васильевича Кондратюка очень яркая, фигура, которая достойна того, чтобы быть зафиксированной, сохраненной и почитаемой в общественной памяти, и фигура, которой можно гордиться нам, новосибирцам, обращать на нее внимание, да, и концентрироваться на ней с точки зрения формирования, может быть, нашей своей региональной гордости. Конечно же, фигура человека, с которого можно брать пример молодому поколению с точки зрения очень сложной живет у него биографии, вот это вот то, что мы говорили, большое количество пунктов, где он был, это же не просто так, это же все сложности его биографии, и тем не менее, пройдя через эти многочисленные сложности и трудности своей биографии, человек, который добивался поставленных целей и достигал очень значимых не только для себя, а для общества результатов, в том числе его космические идеи, конечно же, это вот человек, с которого можно брать пример. И в этом отношении ваш проект, он прекрасен, мы с удовольствием включились в него как партнеры, тем более, что, конечно же, мы вот имеем отношение с точки зрения к культур, к наследию Юрия Васильевича, с точки зрения сохранения как раз вот в нашем библиотечном фонде одного и одной из книг, одного из прижизненных изданий книги Юрия Васильевича. И поэтому мы вот стали с удовольствием, стали партнерами этого проекта и с удовольствием будем работать и дальше вместе с вами и, конечно же, в том числе информационно поддерживать и дальше ваш, скажем, наш совместный, я даже так бы сказал, совместный проект. Ну, наверное, чуть-чуть вот о том, что у нас в фондах, нам расскажет наш сотрудник немножко, чуть более конкретики о том. Да, большое спасибо, Владимир Геннадьевич. На самом деле наше взаимодействие бесценно не только для нас как партнеров, но и, собственно, все это выливается в такие замечательные проекты, совместно организованные. Вот, и здесь вы раскрыли, да, тайну, тайну, что след за вами к нам сюда на трибуну выйдет Ксения Николаевна Шелестюк, собственно, начальник отдела ценных и редких книг. И такую завесу приоткрою, для нас в библиотеке хранятся не только какие-то ценные издания, да, но и, собственно, бесценные источники. А в данном случае прижизненная книга Контротека, изданная у нас в Новосибирске, хранится как раз в библиотеке. А для нас тут, собственно, это и есть один из самых главнейших источников. И вот попробуем, попросим Ксению Николаевну несколько слов сказать по этому поводу. Васильевича Кондратюка. Если честно, я не очень представляю, насколько это было трудоемко, насколько это было трудно напечатать книгу в 29-м году за свои собственные средства. Но, тем не менее, эта книга вышла. И на самом деле эта книга тоже, как и биография самого Кондратюка, покрыта таким туманом тайн и неясностей. Дело в том, что изначально тираж книги составлял 2000 экземпляров, но на сегодняшний день известно не более десяти экземпляров именно оригинальных, которые сохранились в библиотеках России, в библиотеках в том числе и зарубежья. И один из этих экземпляров, один из вот этих десяти известных выявленных документов хранится в нашей библиотеке. На самом деле, когда мы искали, принимали участие в поисках вот этих сохранившихся экземпляров, небольшую трудность нам в поиске добавила то, что многие библиотеки, у которых есть припринтное издание, тоже здесь представлено на выставке из фондов Музея Новосибирска. Далеко не все владельцы репринта указывают, что это именно репринтное издание, и уже только после звонка или сообщения владельцу выяснялось, что на самом деле это издание не первое, это уже переиздание. Собственно, благодаря тому, что в нашей фонде сохранилась и эта книга, и второе издание, уже вышедшее после смерти Кондратюка, уже второе издание «Завоевание межпланетных пространств», у нас получился такое замечательное сотрудничество с Музеем Новосибирска, которое воплотилось сразу в нескольких таких различных вариантах сотрудничества. Во-первых, конечно, это была выставка, которая называлась «Завоевание межпланетных пространств», «Разные судьбы одной книги». Она проходила в прошлом году у нас в холле третьего этажа, и она была посвящена 125-летию со дня рождения Кондратюка. Собственно, вот достоверно выявлены экземпляры книги, где они находятся. В Сибири эта книга находится у нас и в Томском государственном университете, куда эти книги поступили как обязательные экземпляры. А в Новосибирске в 1929 году находилась как раз Сибирская краевая книжная палата, куда книга поступила как обязательный экземпляр, скорее всего, с типографией. Причем, интересная история вот этой книги, этого экземпляра, что напечатан, он был в типографии, которая располагалась по адресу Советская 6, где мы с вами сейчас и находимся. То есть, эта книга как бы родилась в типографии Сибкрайс Союза и сейчас находится в том же здании, в котором она появилась на свет. Выставка проходила в сентябре прошлого года, она у нас работала почти полтора месяца и, конечно, она не ограничивалась только самой экспозиции, которая, безусловно, была очень насыщенной и интересной. Для нас это был очень интересный, необычный опыт такой новых подходов к экспозиции, к выставочной работе. Выставка сопровождалась, конечно же, циклом интересных разноплановых мероприятий, таких как, ну, собственно, открытие выставки, многочисленные были экскурсии на выставке для всех желающих, и индивидуальные, и групповые. Кроме этого, в рамках вот этого проекта «Разные судьбы одной книги» у нас проходили лекции от специалистов из и нашей библиотеки, и Государственного архива Новосибирской области, Новосибирского гидромедцентра, и были различные мастер-классы, которые были посвящены изготовлению книжного переплета в той же технике, в которой был создан вот этот экземпляр в мягком переплете, тоненькая, сшитая книжечка. И был еще один творческий мастер-класс, очень интересный, назывался «Рисуем космос» в технике Эбро. Это такое рисование на воде на специально подготовленном грунте, когда получаются такие красивые, абстрактные, космические рисунки. Все вот эти мероприятия, они были как раз частью этого выставочного проекта. Сама выставка была очень насыщенная. Во-первых, это была не только выставка одной нашей книги, на выставке были представлены несколько экземпляров издания и завоевания межплодительных пространств. Наш экземпляр оригинальный, экземпляр из фондов Музей Новосибирска, который побывал в космосе, тоже оригинальный был экземпляр из фондов Библиотеки ТГУ и второе издание из фондов ГПНТБ. То есть, получается, четыре таких крупных организации из разных регионов приняли участие в создании этой выставки. И были еще различные интерактивные элементы, такие как музыка космосе, космическая, доступная по QR-кодам через Яндекс.Музыку, инсталляция, альтернативный вариант места ночлега Кондратюка. Это часть его биографии. Дело в том, что известно, что он далеко не всегда ночевал дома, он чаще всего ночевал либо на работе, либо на стройке, которую он в этот момент курировал. И, соответственно, у него был с собой всегда спальный мешок, который он носил с собой. Здесь, на выставке, у нас был представлен более поздний вариант, но, тем не менее, вот эта идея, концепция, она повторяла как раз вот эту маленькую частичку биографии Кондратюка. И была еще зона, которая называлась рукописи, это были чертежи, далеко не все из них сейчас до сих пор расшифрованы, это, на самом деле, очень большая подробная работа, которая еще только, мне кажется, предстоит. Часть рукописей была в формате копии представлена тоже на выставке. И также на выставке были представлены не только книги, но и физические, вещественные источники, экспонаты из фонда Музей Новосибирска. И еще до того, как у нас родилась вот эта совместная выставка, в нашей библиотеке была подготовлена электронная коллекция книг из нашего фонда, она получила название как раз в честь книги Юрия Васильевича Кондратюка «Завоевание межпалитных пространств». Это электронная коллекция, в которой собраны книги по астрономии, все, что касается изучения космоса, движения планет, движения других небесных светил, все, что касается каких-то вычислений, биографии ученых, все вот эти документы, в первую очередь старые и традиционные, начиная с 18-19 века, нашли отражение в этой электронной коллекции. По QR-коду можно посмотреть электронную коллекцию целиком, она полностью бесплатна, открыта, в открытом доступе, не нужно регистрироваться, можно просто выбирать любую книгу и открывать, и читать полностью. А на следующем слайде по QR-коду как раз электронная копия вот этой книги, которая у меня сейчас в руках, «Завоевание межпланетных пространств». Собственно, вот такое вот достаточно плодотворное, как мне кажется, сотрудничество сложилось между нами и Музеем Новосибирска, и мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться и вылиться в новые интересные события, которые станут очень важными и яркими для Новосибирска. Спасибо большое за внимание. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. Ждем вас в отделе ценных и редких книг и знакомиться с оригинальным изданием. Спасибо. Спасибо большое, Ксения Николаевна. Действительно, не только это прекрасное издание хранится в фондах вашей библиотеки, вашего отдела непосредственно. Я надеюсь, что как можно больше участников, так скажем, посетителей библиотеки будут попадать именно в ваши бесценные на самом деле залы. Но вот меня не оставляет спасибо большое. Меня не оставляет все-таки эта тема книги Кондратюка «Завоевание межпланетных пространств». И вот есть у нас и следующий, так скажем, не знаю, можно сказать, целый тип, наверное, источника, который не просто презентует саму книгу прижизненную, изданную здесь в Новосибирске или репринт, который был гораздо позже появился в свет, но и еще такой интересный тип источника, как издание книги Кондратюка с дарственными надписями. Вот Евгения, поясни нам, что здесь может скрываться. Какие интересности? Да, дело в том, что вот эти следы конкретного человека могут выражаться отпечатками пальцев, в общем, портретом и почерком. Есть характерный человеческий почерк, его можно видеть, изучать, анализировать. среди наших партнеров есть институции, которые предоставили нам изображение титула книги, упомянутой книги с дарственной надписью Юрия Васильевича, оригинальной. Да, это архив Академии наук, упомянутый уже это музей истории космонавтики имени Циолковского в Калуге. В самой книге на самом деле есть и оригинальные формулы рисунки Контретюка. Да, нужно сказать, по-моему, мы не упомянули еще в Новосибирске некоторых партнеров, у которых есть материалы, нужно вспомнить и Государственный архив Новосибирской области, и Новосибирско-городской архив, конечно же, Краеведческий музей Новосибирский, Государственную публичную научно-техническую библиотеку, в которой тоже есть упомянутые экземпляры. Ну, а если вспоминать географию, то это, конечно, и Государственный музей истории Санкт-Петербурга, это и Институт истории Сибирского отделения, и Институт истории естествознания и техники имени Вавилова, и Каменский районный краеведческий музей Камень-Наби мы сегодня упоминали, да, и Мемориальный музей Юрия Васильевича Кондратюка, Станицы, Октябрьская в Краснодарском крае, и Мемориальный музей космонавтики Москвы, и Центральный государственный архив истории Санкт-Петербурга, затем, конечно, да, архив с архива Академии наук мы начали. Иногда неблагодарно вот этот список начинать, да, потому что ты всегда можешь что-то забыть вдруг, невзначай, и быть вычеркнутым из записной книжки, что называется, поэтому я прошу прощения. Да, действительно, мы приносим свои извинения, если какой-то из архивов или библиотеку какую-то мы не назвали, вот, музей, это не значит, что мы о вас забыли, просто, конечно же, рассказывая Кондратюки, кем мы всегда волнуемся очень сильно, вот, поэтому иногда могут такие накладки произойти, но мы обо всех помним, обо всех упоминаем, и, конечно же, в том или ином виде пользователи нашего сайта будут об этом знать. Вот, кстати, если продолжить, опять же, может быть, я упустил, Евгений Владимирович называл нам Российский государственный архив экономики, да, в городе, в городе Москве, и сотрудники этого архива обещали, обещали к нам присоединиться. В их фондах сохранены прекраснейшие, так скажем, прекраснейшие источники, характеризующие развитие ветрогенерации в Советском Союзе в 20-30-е годы. Я с интересом изучал эти материалы, в них, конечно, нужно погружаться еще больше, чтобы вот все это прочувствовать, но даже, даже, так скажем, просто просмотрев несколько документов в онлайн за компьютером, для вас такая возможность будет предоставлена, вы поймете, что, конечно, амбициозность этих проектов и, ну, Кондратюк и Небалса за простые проекты, да, она, конечно, впечатляет. И если вдруг кто-то из сотрудников архива экономики к нам присоединился, я бы хотел бы, чтобы в онлайне они нам тоже дали пару слов, комментариев, если это возможно, конечно. Есть у нас соединение? Нету, да? К сожалению, вот мы общались, да, с партнерами из Москвы, то есть из архива экономики, но иногда, иногда так случается, что какие-то обстоятельства, да, бывают выше нас, но что сделаешь, я надеюсь, что нам еще удастся пообщаться так вживую с нашими, с нашими коллегами. Вот. Но мы тогда пойдем дальше. Вот. И я думаю, всем уже не терпится, собственно, взглянуть на то, как наша большая команда единомышленников, собственно, вложившая большое количество усилий в создание виртуального сетевого, прошу прощения, сетевого дома Кондратюка. Вот. И его появление было бы, наверное, не наверное, а именно без участия разработчиков сайта было бы просто невозможно. Вот. И я хотел бы пригласить нам сюда за трибуну для того, чтобы немножко рассказать, показать возможности, возможности нашего сайта арт-директора студии никитокозин.ком Софью Александровну Келемзину. Прошу. Всем добрый день. Спасибо за слово. Хочу сказать, что имя Юрия Васильевича Кондратюка стало для нас очень много значит еще на этапе сбора материалов для работы над сайтов. Мы узнали колоссальное количество интересных фактов, например, о жизни Кондратюка под другим именем. И, конечно, работы Кондратюка о завоевании межпланетных пространств просто поражают свое воображение тем, насколько они опередили свое время. И вот все вот эти наши впечатления мы хотели передать в дизайне сайта. Так, давайте приступим. Пока у нас есть несколько секунд, хотел бы поблагодарить, конечно, разработчиков, потому что они так погрузились в тему и, собственно, через себя пропустили то разнообразие материалов, которые им выпало изучить в процессе создания, потому что как бы понятно, что ребята не профессионалы, да, именно по работе с источниками, имею в виду историческими источниками, а здесь пришлось действительно перевопатить большое количество материалов и все-таки подумать, как их визуализировать. А это самое главное и самое трудное, наверное, поэтому сейчас посмотрим, к чему мы пришли совместно. Да, как раз в дизайне сайта мы хотели передать некую историю и кинематографичность жизни Кондратюка, поэтому мы пошли через стори-теллинг, разделить всю информацию на смысловые блоки, а к каждому смысловому блоку мы отдельно подбирали визуалы, которые иллюстрируют все это. Это могут быть фотографии, это могут быть документы сразу же с переходом на ссылки и другие материалы. Также мы много использовали рисунки из работ Кондратюка, чтобы показать оформление и вообще характер блоков. На главном экране, давайте сейчас перезагружу страницу для того, чтобы видно было, как все это постепенно подгружается. На главном экране мы хотели передать именно вот космическую направленность работ Кондратюка, поэтому темный фон у нас символизирует космос, у нас есть планеты, которые тоже подгружаются, и декоративные звезды. Не хотелось уходить в излишнюю футуристичность для того, чтобы у пользователя не создавалось впечатление, что это сайт слишком современный, о каких-то современных разработках, все-таки это архив и история, и вот эту вот тематику хотелось сохранить на протяжении всего сайта. В периоде жизни Кондратюка были как тяжелые, так и более светлые, и поэтому как раз в стритейдлинге мы показываем, что где-то у нас более светлый период, где-то более темный. Мы меняем цвета фона. Большие цифры – это как бы главы, которые показывают, что у нас сейчас будет определенный рассказ, определенный период жизни Кондратюка, который имеет значение. Каждый период снабжен фотографиями и материалами. Также у нас есть навигация, по которой можно перейти сразу же на какой-либо из разделов жизни и почитать поподробнее, и также по этому разделу можно перейти сразу же на документы и почитать уже подробнее документы. Давайте сейчас еще раз перейдем на главную страницу. Фотографии, рисунки. Также у нас есть ключевые места и здания, которые тоже иллюстрируются у нас на сайте. И документы. Период после смерти Кондратюка у нас отделяется цветом, и здесь у нас идет таймлайн, который показывает уже, что происходит после смерти. То есть это жизнь после смерти Кондратюка. Все материалы, связанные с жизнью Кондратюка, можно разделить на несколько типов. Это работы, документы, публикации, фильмы, и в будущем это может дополняться. К каждому из этих разделов у нас соответствует отдельная страница. На странице у нас есть множество фильтров. Например, можно отфильтровать сразу по периоду, по правообладателю, по месту, которое у нас связано с этим документом, событию, типу и автору. И также есть поиск по ключевым словам на странице. Сам документ представляет из себя название. Также у нас есть теги, которые показывают год, место, и может быть дополнительное описание. Если документ состоит из нескольких страниц, то мы можем сразу же переключаться по страницам этого документа. Вот таким образом. Также у нас есть удобная мобильная версия. Сейчас, конечно, она представлена так немножко в обрезанном виде, но с мобильной версией мы также можем переходить на документы, можем читать биографию Кондратюка и ничего не теряем. Все документы у нас являются отдельными ссылками для того, чтобы можно было, например, оффлайн давать QR-код, и пользователь уже переходил онлайн и смотрел, изучал документы и переходил на документы, связанные с этим документом, потому что мы можем давать ссылки, например, на все материалы, которые относятся к этому же периоду. Вот таким образом. Все материалы уголовного дела у нас отсортировались, и мы можем сразу же посмотреть все, что есть. Также и на сайте у нас есть версия для слабовидящих, где можно настраивать шрифт. И в будущем планируется разработка англоязычной версии для иностранных разработчиков. У меня все, спасибо. Спасибо большое, Софья Александровна. На самом деле, да, не только Россией ограничивается интерес к личности Кондратюка. Сам лично общался, уверен, кто-нибудь, может быть, из присутствующих или подключившихся к трансляции, тоже знает таких интересующихся личностей. И вот сам, да, общался со многими, со многими, кто запрашивал у нас информацию какую-то о Кондратюке, а теперь такова будет возможность, преодолевая любые расстояния, да, все-таки обратиться, обратиться непосредственно к источникам. Вот. Кроме того, у нас там на сайте разработана форма обратной связи, можно всегда будет написать нам и, собственно, сделать какой-то запрос, если что-то непонятно, или хотелось бы узнать о документах что-то более подробно. Вот. Спасибо большое. На самом деле мы, каждый раз, общаясь с ребятами из студии, каждый раз вдохновлялись и находили, что стать можно постоянно поддерживать и развивать. Я вот в каком смысле, но об этом мы еще, может быть, скажем сейчас чуть позже. Вот. Вопрос у меня к Наталье Владимировне Грудянкиной, начальнику научно-методического отдела. Вот. А почему музей все-таки пошел именно по этому пути создания такого виртуального ресурса? Ведь можно было бы, собственно, как мы действовали всегда традиционно, мы ведь такая традиционная институция, да, как музей, ограничиваться собственными фондами, созданиями каких-то новых экспозиций, возможно, даже экспозиций, связанных с сотрудничеством с областной научной библиотекой, о чем мы здесь подробно уже услышали. В прошлом году у нас этот опыт состоялся. А вот тут вот так вот пошли в мир, так сказать, в сеть. Спасибо, Иван Иванович, за вопрос. Но на самом деле, несмотря на то, что мы такая институция довольно-таки на первый взгляд консервативная, мы уже достаточно давно выходим в мир, в люди, так сказать, и в том числе с именем Кондратюка. И у нас уже тут немножечко прозвучало о том, что у музея Новосибирска есть несколько маршрутов по следам Кондратюка. Они, правда, касаются только нашего города. У нас есть несколько пешеходных экскурсий летних, которые мы с удовольствием вводим. Новосибирск с глазами Кондратюка, например. Приходите, обязательно вам понравится. Ну и, собственно, разработка вот такого вот ресурса, который бы аккумулировал множество различных разнотиповых документов. Это показалось нам интересной идеей, хотя на первый взгляд это похоже на какую-то электронную библиотеку, например, или хранилище музыкальных файлов. Однако здесь, наверное, не принцип, по которому сайт построен нов, а вот именно масштаб этого сайта, потому как вы слышали уже, что в проекте задействованы не только разные организации. Эти организации находятся в абсолютно разных частях нашей страны. Некоторые организации находятся за пределами нашего государства. И вот действительно человеку, который увлекается, который интересуется или просто задается каким-то там вопросом о Юрии Васильевича, ему достаточно сложно собрать информацию. И думаю, многие сталкивались на этапе даже там обучения в институте, может быть, даже в школе, что достаточно сложно собрать выверенную информацию. Есть у нас ресурсы, которые предлагают историю, где каждый может зайти и альтернативно ее поправить. И вот, на мой взгляд, вот аккумулирование выверенных источников, которые будут находиться в одном месте. Это вот главная задача, наверное, этого проекта. Сделать более доступным, опять-таки, популяризировать имя Кондратюка. Это первое. И второе. Вот пока дом Юрия Васильевича, в котором у нас находился музей, он находится на реставрации. Это такое некое пространство, в котором мы можем работать, где мы можем не приостанавливать экспонирование коллекций своих. Кстати, если вы обратили внимание, мы сегодня тоже не с пустыми руками пришли. Вот посетителям сейчас очным видно, что у нас находятся два экспоната, которые мы принесли с собой. Это, первое, это книга. Это репринтное издание 1996 года. Все та же книга о завоевании межпланетных пространств, написанная Кондратюком. В 1996 году она была издана, а в 1998 году эта книга побывала на борту космической станции. И она, кстати, снабжена автографами, подписями дарственными, о которых говорил как раз Евгений, от космонавтов. И это фонда Музея Новосибирска. Это вот такая вот ценная достаточно вещь. Ну и еще один достаточно интересный тоже экспонат. Это макет, это кукла Юрия Васильевича Кондратюка. Она изготавливалась не специально для нас. Эта кукла была изготовлена для конкурса «Мой космос», я могу ошибиться, которая проходила в 2021 году. И потом она была принесена в дар Музею Новосибирска. Вот такие вот экспонаты довольно интересные. Ну и также наши друзья и партнеры нам помогли. Они разместили здесь свои планшеты, очень информативные, тоже предлагая ознакомиться в свободное время. Вот за что им в очередной раз большое спасибо. Ну и, наверное, я ответила на вопрос, для чего нужен дом Кондратюка. И, может быть, немножечко сакцентирую внимание. Вот когда мы смотрели на материалы сайта, особенно на материалы уголовного дела, там были замазаны некоторые фамилии. Иван Иванович или Евгений, может быть, дадите комментарий, вот почему фамилии в деле были замазаны черненьким таким вот. Да, я думаю, может быть, Елене Михайловне вот эту часть работы она курировала. И, если Елене Михайловне на связи, ну, коротко говоря, это фамилии участников дела и участников процесса, которые по определенным нормативам, существующим архивным, не могут быть какое-то время, нормативное время, не могут быть опубликованы. По мере исследователей, родственников, в общем, участников процесса. Елена Михайловна, есть возможность вам дать комментарий по работе с нашими очень важными партнерами. Похоже, у нас... Я думаю, коротко говоря, я ответил. Да, коротко Евгений ответил. Ну, вот, на самом деле, это была большая действительно работа проделана и очень важная, о чем я говорил. Это один из важнейших, именно уникальных экспонатов, представленных в нашем сетевом доме, который никогда ранее не публиковался. То есть это уже представляет огромный интерес для исследователей. Вот, поэтому, действительно, заходите, знакомьтесь, но некоторые нюансы мы были вынуждены соблюсти. Вот, но тут вот Наталья упоминала о масштабной, так скажем, миниатюре. Вот, действительно, она большого масштаба. Очень жаль, что нет возможности увидеть нашим зрителям, кто находится в онлайне, не в стеной библиотеке, но, так скажем, она больших размеров и соответствует масштабам той фигуры, которая является сам Кондратюк. Но тут ведь сам этот предмет, да, я уверен, и наш сайт будет поддерживать интерес, будет поддерживать интерес зрителей, посетителей, пользователей. Вот, и хотелось бы тут тоже добавить и дополнить, развить тему того, что мы надеемся, что, мы так предполагаем, что наш сайт не будет, так скажем, созданным здесь и сейчас, о котором будет через некоторое время забыто, но пользуйтесь, что есть, и этого достаточно. Мы все-таки действительно еще обладаем большим массивом документов, которые готовы размещать, то есть даже после 21 ноября 2023 года эта работа будет продолжена. Вот, мы надеемся, что мы, о чем говорила, по-моему, Елена Михайловна, что мы найдем новых партнеров, будем развивать наши отношения с уже традиционными партнерами, и все больше и больше этот сайт будет пополняться. Вполне возможно, мы будем его использовать и для виртуальных выставок, почему бы и нет, о чем уже говорила тоже Наталья Владимировна, это очень важно. Вот, поэтому всех просим заглядывать на страничку. Конечно же, мы понимаем, и в процессе работы мы это начали осознавать, что, возможно, мы ждем вашей обратной связи, возможно, что не все изначально мы предусмотрели, потому что умозрительно, да, все упомнить очень сложно, и только в процессе, да, когда, пользуясь чем-то руками, ты понимаешь, что можно было здесь сделать лучше, здесь что-то подправить. Мы надеемся, у нас будет такая возможность что-то поменять, что-то изменить, поэтому вот я полностью убежден, что сайт, как живой организм, должен продолжать жить, развиваться и, собственно, приносить пользу людям. Надеюсь, что именно так именно так это и будет. Вот. И я, у нас встреча необычная, да, мы только презентуем наш виртуальный ресурс не только очно в стенах библиотеки, но и у нас есть подключившиеся пользователи. Мне очень хотелось бы узнать у Олега, может быть, есть у нас вопросы? Нет. Вопросов нет, но я знаю, что Олег не сидел, сложа руки, запускал опросники, да, там на сайте и даже и получал ответы, вот. Но я уверен, даже если вопросов у наших виртуальных зрителей нет, они будут постепенно их осмыслять. Это тоже нужно неопределенное время иногда на то, чтобы осознать, какие вопросы бы ты хотел задать. Как я уже говорил, там форма обратной связи будет. Мы надеемся, что мы будем получать какие-то рекомендации, пожелания от лица всех пользователей. Вот. Но и тогда, если... А почему я виртуальным пользователям дал возможность задать вопрос? А может быть, присутствующим не дал. Может быть, есть у наших гостей какой-нибудь вопрос, который хотели бы озвучить. Да, вот есть, замечательно. Ну, мы любим сочинять, конечно. Собственно, занимаемся этим каждый день. Наталья хочет прихватить мою инициативу и ответить конкретно. Ну, немножко подхватить. Уже на этом этапе мы выходим в сеть. И, естественно, когда будет восстановлен дом Юрия Васильевича Кондрутьюка, там начнется немножечко другая, непривычная для музейного пространства, может быть, сейчас работа. То есть это будет довольно современный музей. И интеграция сайта в экспозицию предусмотрена, но никто не отменял QR-коды. И VR, да, это дополненная реальность. То есть с помощью различных платформ мы будем пытаться подключить вот именно этот сайт. И сайт, он как хранилище очень полезен. То есть любая VR-платформа, она запрашивает отсылку на какую-то там базу. То есть чтобы условно оживить, да, какой-то документ, чтобы его прочли, например, или там пролистали книгу, нужно, чтобы это было где-то, где-то лежало. Так вот сайт – это вот такая неплохая база для того, чтобы продолжать работать именно в этом направлении. Плюс к этому хотел бы давать, что у нас будет всегда возможность перевода каких-то, назовем так, физических выставок, проходящих в стенах музея в электронный формат. Это всегда было. Плюс никто нам не запретит, я думаю, сделать какие-то самостоятельные проекты на этом сайте. То есть мы надеемся, что станет таким универсальным ресурсом. Да, вот пару слов буквально. Если честно, мы, конечно же, планировали одновременную работу с виртуальным и физическим пространством. Конечно же, для любого процесса есть определенная форма, формат работы. И вот формат работы одновременно, значит, систематизация, упорядочивание, типологизация экспонатов, источников, смотря о чем мы говорим, о музее ведения, об источниках ведения и так далее в разных форматах, был для нас очень удобным и важным. Да, мы планировали это, да, мы делаем одновременно в нескольких измерениях вот эту музейную, краеведческую, биографическую работу. И, значит, музейная экспозиция будет указывать на виртуальный дом Кондратюка, в виртуальном доме Кондратюка будет, естественно, путь и адрес на экспозицию. Вот так не зная, кому будем передавать очередь, и в итоге все втроем, в той или иной степени ответили вопрос. Еще, да, Наталья? А, в итоге, ну, собственно, я думаю, если вопросов нет, есть еще вопросы, да, Евгений? Отлично, замечательно. Я думаю, что Софья Александровна ответит с удовольствием. По кинематографичности в жизни Кондратюка, которую вы попытались заложить в дизайне, а что вы имели в виду по кинематографичности? Здравствуйте еще раз. Да, про кинематографичность. Это относится как раз к тому периоду, когда мы собирали и изучали материалы для сайта. То есть для нас вся вот эта вот биография Кондратюка показалась, ну, я бы даже сказала, чуть ли не блокбастером. И поэтому для того, чтобы привлечь новых людей, новых пользователей, которые не знакомы вообще с тем, что происходило в жизни Кондратюка, мы хотели вот передать вот это вот ощущение, как будто бы человек смотрит фильм. То, что он заходит не просто на какой-то сайт, где у нас архив, а мы сразу же рассказываем ему историю. То есть кинематографичность, стори-теллинг, вот это вот мы пытались передать. Ну, лично для меня, как я уже упоминала ранее, просто совершенно взрывающим голову, взрывающим сознание было вот это вот отношение Кондратюка к межпланетным пространствам. То есть это настолько не вяжется с моим ощущением мира, что вот звездные войны, они вот, считай, присутствуют в нашей жизни условные последние 20-30 лет. Но в начале прошлого века человек уже смотрел настолько далеко в будущее, что это действительно немножко сломало и расширило мою картину мира. И очень приятно, что на нашей сибирской земле работал и такой талантливый ученый. Спасибо. Спасибо большое. Интересные вопросы, не менее захватывающие ответы. Действительно, когда читаешь биографию Кондратюка, столько невероятных фактов узнаешь, столько белых пятен на самом деле, которые до сих пор не раскрыты. И это, казалось бы, вот совсем недавно, сколько тут, 8-10 лет назад все это происходило. То есть диву даешься, что история-то, как ты сразу понимаешь, что ты выбрал именно то, что ты самая важная профессия в своей жизни, что история настолько интересна. А история о Юрии Васильевиче Кондратюке интересна вдвойне. Наталья хотела завершить несколько слов сказать, и потом я возьму слово. Это, наверное, будут слова благодарности всем тем, кто, во-первых, заинтересовался, откликнулся для участия в нашем проекте. Ну и нельзя не сказать о том, что проект этот не стал бы никогда возможен, если бы не фонд, который поддержал нас. Думаю, не секрет, там логотипчик стоит, что проект полностью сделан, практически полностью сделан на деньги фонда «История Отечества», которое увидели в этом проекте «Рациональное зерно», которое выбрали из нас более чем из 200 участников в Новосибирске. Мы и еще несколько организаций получили этот грант. И я думаю, я как один из составителей заявки была несказанно рада о том, что получилось донести до людей где-то там, далеко от нас, важность этой идеи. Вот такие слова хотелось бы сказать. Отлично. И в самом конце я бы хотел сказать еще только то, что мы, конечно же, понимаем, что наш ресурс непосредственно виртуальный, он, конечно же, будет во многом более интересен специалистам, потому что есть, как я уже сказал, уникальные документы, есть источники, которые проливают на различные периоды истории жизни нашего Отечества определенный свет, да, с разных ракурсов можно смотреть на ту или иную проблематику. Но опять же, тут вот и Софья Александровна упоминала о том, что мы хотели все-таки задать тон, чтобы и как можно больше новых участников присоединялось к изучению биографии и творчества Юрия Васильевича Кондратюка. Ну и вот на этом хотелось бы на такой позитивной ноте закончить нашу презентацию, всех поблагодарить, поблагодарить хозяев, которые предоставили нам такую возможность поблагодарить наших, еще раз поблагодарить наших партнеров, поблагодарить наших виртуальных и очных участников нашей презентации. Нам было очень приятно, надеюсь, что этот разговор был полезен, а наш сайт будет полезен вдвойне. Спасибо вам большое. Увидимся лично и на просторах сети. Субтитры создавал DimaTorzok